Опять под сердцем рёв турбин, проверен ствол и магазин, с тобой стена плечей... Ну и, в общем-то, странно, если бы это было как-то связано, я имею в виду, с морем. Всё-таки десантники летают с аэродромов, а не с авианосцев. Итак, друзья, будем говорить про грозовой. Достаточно давно у нас этот корабль в игре. Его балансили, перебалансили, аппали, 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 аппали... А, аппали и в итоге вот, да, аппали до того, что он стал весьма достойным по себе аппаратом. Быстро пройдёмся по характеристикам и расскажу, что именно здесь стало лучше. Боеспособность 2900, с перком будет 24400, по-моему, что-то в этом роде. Где-то, да, 24400, 3500 надо прибавить. Ну, математика, вы знаете, не моя сильная сторона. Артиллерия, 6 орудий главного калибра 130 мм. Чуть-чуть они похуже, чем на Хабаровске. На Хабаровске их здесь 8, но здесь немножко подольше. Вот у меня перезарядочка, не знаю, кстати, почему. Ну, должна быть, кстати, наверное, даже поменьше. Ну, здесь получается, что пушки заряжаются чуть шустрее, и это, конечно, им помогает. Баллистика тоже очень хорошая, 950 метров в секунду, даже лучше, чем на Хабаровске по цифрам. Но, к сожалению, цифры немногое показывают в нашей игре. Вот, именно с точки зрения, там, полета снаряда, поэтому просто поверим, что она здесь немножко лучше. Дальность стрельбы 14,8, по сравнению с тем же Хабаровскому, у которого 13,5, здесь корабль стреляет практически на 15 километров. И он может это, черт возьми, делать, потому что, действительно, если на цифры там особо в ней вдаваться, Баллистика здесь суперская, очень хорошая баллистика. Чуть-чуть слабее снаряды, 1800 против 1900 на Хабаре. Вероятность поджога 8% и там и здесь. Здесь, кстати, есть торпеды, они достаточно медленные, достаточно слабые, долго заряжаются. Ну, они здесь есть, это уже хорошо, два веера пятитрубных, дамага 14600, дальность хода 10 километров, заметность 1,3. Конечно, торпеды не являются главной силой советских эсминцев, чего уж тут говорить, но этот корабль может позволить себе пробрасывать их из инвиза и даже частенько наносить урон. Здесь есть ПВО, но здесь нет заградки, поэтому ПВО здесь, скорее так, номинальный, кое-что там иногда сбивает. Максимальная скорость хода 41,5, здесь 45,1, то есть, ну, корабль ближе, наверное, все-таки к японским эсминцам. Циркуляция 720, перекладка 3,7. Если брать Хабаровск, он даже со всеми возможностями, со всеми маневрами, все равно 760 у него радиус и 5,3 секунды здесь поворот. В общем, по маневренности, конечно, корабль значительно Хабаровск припосходит, того, что касается незаметности, всего 6 километров, друзья, вот так вот. Здесь, что касается модулей, беру я дополнительный форсаж, беру я здесь систему наведения, потому что стреляем достаточно далеко, может это пригодиться. Ну, опять же, маневренность, незаметность и здесь перезарядка главного калибра. Что касается хорошего здесь, друзья, есть и заградка, и хилка, и форсаж, и еще и ремонт. То есть, 5 целых здесь расходников, это как бы нам говорит о том, что корабль весьма затратен, естественно, в эксплуатации, потому что каждый из этих расходников стоит 22,5 тысяч серебра. Ну, и если поменять это все, будет более 100 тысяч, поэтому кораблик достаточно сильно бьет по карману в этом плане. Что касается кэпа, здесь ничего, пожалуй, нового, кроме того, что вот здесь, естественно, берет суперинтендант, потому что он нужен для хилки, ну и остальное все достаточно стандартно, ничего тут особо придумать не приходится. Сейчас пойдем в бой, но прежде чем это сделать, я хочу вам порекламировать, а вот что. Дело в том, что сегодня у нас большой-большой розыгрыш на день ВДВ. Мы разыгрываем сегодня 3 контейнера CCT, из которых может выпасть прем 8 уровня, и 5 наборов прем-камуфляжей. Вся информация есть у нас на нашем стрим-канале, не забудьте на него подписаться, и в 8 часов вечера мы начинаем этот замечательный розыгрыш, и вот, собственно, адрес нашего канала. Обязательно подпишитесь и прожмите колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Но это не самое даже веселое, а самое веселое, это у нас, друзья, от Андрюхи Беспалова, нашего просто бессменного спонсора-поддерживающика, продвигателя нашего творчества. Без него вообще бы, наверное, многое было бы невозможно на нашем канале. И у него профессиональный праздник, 5 числа в августе будет день железнодорожника. И он нам подогнал на розыгрыш аж на целых 6 рельсоходов, 6 линкоров. Рома, Терпец, Гасконь, Массачусетский и Худ. Здесь есть подробная информация о том, как именно участвовать. Вот все эти пункты нужно выполнить. Ну, их не так много, на самом деле. Три. Вот. Я вам сразу покажу, что нужно, чтобы вы внимательно все сделали и не совершали ошибок. Потом будет очень обидно, если вы выиграете и, соответственно, не получите корабль. Итак, надо подписаться на оба наших канала. На наш канал, где наши видео выкладываются, и наш лайв-канал. Далее. В своих подписках обязательно, вот у нас тут есть замечательный Холикэрот, нужно открыть каналы, на которые ты подписан. То есть не скрывать их. Все должно быть видно, что вот тут есть там Турелекса Стриминг, Турелекса Лайв. Все на месте, все хорошо. Далее. Нужно заполнить форму. Форма следующая. Для того, чтобы... Почему именно через форму я хочу? Потому что мало ли у вас нет возможности прийти в воскресенье в 8 часов вечера. Или нет возможности стрим смотреть. Может, вы на даче или еще чего. Специально для вас, друзья, делаю удобно. Для того, чтобы принять участие, нужно просто заполнить форму. И на следующий день смотреть себя уже в результатах. Итак, адрес электронной почты, игровой ник, ссылка на вашу страницу в YouTube. Вот здесь внимательно сейчас я это расскажу более-менее подробно, как это работает. И какой корабль вы выбираете, что это происходит. То есть вы хотите себе какой-то определенный корабль, там, Рому, Тирпиц, Гасконь или что-то еще. Вам, допустим, у вас есть уже Тирпиц. Тирпиц вам не нужно, вы хотите участвовать в розыгрыше Ромы. И вы пишите Рома. И вот здесь вот дальше в каждой категории будет отдельно разыгрываться, собственно, корабль. То есть среди всех, кто выбрал Худ, будет разыгран Худ. Среди тех, кто выбрал Ки, будет разыгран Ки, чтобы вам лишних кораблей не присылать. Значит, вот смотрите, что здесь у нас с точки зрения адреса. Ваш адрес находится вот здесь. Вы нажимаете мой канал в YouTube. И вот ваш адрес. Это то, что должно быть у вас написано здесь. У каждого из вас свой собственный адрес. Вот для того, чтобы его найти, нужно нажать на кнопочку мой канал. Если здесь будет вот такое, вот это уже неправильно. Вот это тоже неправильно. Вот это тоже неправильно. Эти люди не участвуют в розыгрыше, потому что это не их канал. Hellboy74. Нет. Вот правильный адрес. Здесь и Дима Бондарев, и вот это вот все. Или же вот такой вот вариант может быть. Да. Через пользователь. Либо канал, либо пользователь. Нужна ссылка, чтобы видеть ваши подписки. Потому что все-таки розыгрыш очень классный. И поэтому мы хотим разыграть не среди халявщиков, а только среди тех, кто на нас подписан. О, вот такие дела. Заполняйте форумы и участвуйте сегодня и в воскресенье. Ну и в пятницу тоже, конечно, что-нибудь разыграем. Все, пацаны, поехали в бой. Тестируем нашего грозового. Что в нем стало хорошего, что в нем испортилось. Ну, на самом деле в нем ничего не испортилось, потому что корабль божественный. Корабль очень классный. Динамичный. Стал с возможностью хилки. У него чуть-чуть урезанная хилка. И, по-моему, чуть-чуть урезанный форсаж. Должен быть четыре вроде как бы хилки. Ну, по крайней мере, на хабаре четыре хилки здесь. Хилки три и три форсажа. Ну, согласитесь, что... Не жирно ли ему, в принципе, вообще это будет. Так, ну что. В последнее время, конечно, приближаться куда-то в более или менее ближнее расстояние к точкам и вообще не рекомендуется на эсминцах. Ввиду того, что просто гигантские количество там РЛСных кораблей в рандоме. Да и вообще, в принципе, в игре там на десятых уровнях. Поэтому будем играть от дальнего расстояния. Но благо, дальность стрельбы 14,8 километров позволяет это делать достаточно спокойно. И самое смешное, что корабли там, типа, ну ладно, Демуайн, черт с ним. А вот легкие крейсера там, Сиэтл, Вустер, Кливленд. Они просто не попадают на это расстояние. Корабли, которые призваны бороться с эсминцами. У которых, казалось бы, калибр больше, чем у этих эсминцев. Да? То есть 152 миллиметра. Они не попадают просто по эсминцам на расстояние больше 10 километров. А мы? Ну, нам пофигу. Мы можем спокойно тут кататься и раздавать лещей в разные стороны. Повторюсь, что не будем врываться на точку. Будем играть аккуратненько. От дистанции стараться первоначально. Нужно сейчас разведать, где чего, к сожалению. Но, как вы понимаете, наличие четырех РЛСок, она, конечно, говорит о многом. И что вперед ссуваться не стоит. А у нас, кстати, смотрите, РЛСки всего две. Вот так вот. Москва и Кронштадт. И это, конечно... Вообще, вот в этом плане, знаете, раньше была такая борьба за эсминца. То есть эсминцы слились. Все, скорее всего, бой проигран. А здесь та же самая история происходит с РЛСками. То есть, если в твоей команде РЛСок меньше, то, соответственно, извини, ты проиграл, потому что твои эсминцы не могут идти вперед, не могут светить, бояться и, естественно, быстренько заканчиваются. Если линкоры не отстреливают эти крейсера, ну а крейсера, как бы предпочитают особо не светиться, то, увы и ах, но бой будет проигран. Сейчас посмотрим, как сыграют здесь наши крейсеры. Давайте, наверное, на Б заходить не будем, раз туда идет Шима. Ну, немножко сейчас тут потусуемся. Вот я каждый раз себя убеждаю. Да я тут на один глазик просто подойду, я так чисто посмотреть. И обычно это плохо достаточно заканчивается. Так, на точке С есть у нас уже кто-то, кто ее захватывает. Блин, ну может тогда, если на С есть, а на Б никого. Давайте, может, попробуем захватить точку. А вот и Демойн. Вот он меня и ждет. Так, Москва светит кого-то, но никого не видит. Отлично. Хороший закос от Москвы. Так, Демойн достаточно далеко от нас. Торпеды у нас еще на проброс не зарядились. Но мы, кстати, Демойна можем троллить вообще прям в одно удовольствие. То есть, можем просто по нему стрелять, потому что, опять же скажу, попасть Демойну по мне будет затруднительно. Он, наверное, уже должен сдавать РЛС-ку сейчас приблизительно. Давайте просто по нему постреляем. За счет того, что у меня есть здесь хилка, я чувствую себя более-менее спокойно. Мы просто в наглую расстреливаем вот этот крейсер, который вроде как бы должен быть антиэсминцевым. Но нет, мы два пожара уже Демойну понавесили, и он горит. Вот как-то так. Шима, кстати, засветилась. Но, видимо, он сдал здесь РЛС-ку. Я вижу Мусаси. Мусаши. Которым тоже могу пострелять. Так, один из донских уже там что-то прилично так огреб. Демойн подгорел. И здесь идет Хусианг вражеский. Надо сейчас попробовать по нему немножко попасть. Ну, я так понимаю, что Демойна закончилась уже РЛС-ка. Мы, кстати, попали немножко по Хусиангу. И вот еще и Юянг идет. Окей. Ну, вот по Юянгу можно, кстати, и популять немножко. Опять же, как вы понимаете, у Юянга шансов перестрелки с грозовым на расстоянии там вот километров абсолютно никаких. Вообще никаких. Потому что попасть очень сложно. Сейчас у нас сбросили торпед, но они там, наверное, вряд ли дойдут. О, Дымойн идет в мою сторону. Ну, хорошо. Дымойн, у тебя как там с РЛС-ками-то есть? Или что? Или кончились? Почему не вижу-то я его? Ну, должен же его видеть. Ай, блин, у меня что-то это. Выкатываюсь я из домов. Все нормально. У Дымойна ТРЛС-ки нет. Все, даже если есть. 12 километров до меня. Далековато. Да, Дымойн? Так, опять пожар. Насколько классный корабль просто стал. То есть, за счет этой вот дальности стрельбы я просто троллю Дымойн, и он ничего не может мне сделать. Исминец расстреливать в крейсер. Ну, вообще, в нашей игре зачастую вот случаются такие забавные истории, честно говоря. Я думаю, что... А, там Хуси Янг и Ю Янг. Два корабля, которые ничего не могут сделать мне при помощи торпед. Очень интересно. У меня, кстати, за счет пробития, как видите, замечательно пробивается Дымойн. Вот, без каких-либо проблем. Пробитие фугасами здесь у меня в наличии. Вот. Прекрасно. Прекрасно, мне кажется. Друзья, по-моему, Дымойн в следующий раз будет знать, как пытаться просветить РЛСКОЙ советские эсминцы. Ну, что ж, идем мы обратно в бой. Где наш Шимакадзе, кстати? Шимакадзе ушел. Ну, хорошо. Давайте пойдем контрить Ю Янга. Здесь у нас, благо, есть и Минотавр. Он должен нам, по идее, помочь немножко. И Дымойн. Ю Янг нас практически, ну, чуть-чуть пересвечивает. Что вы что-то говорите? Капелюню самую. А там Хуси Янг брал точку и перестал. Брал, брал и перестал. А мы опять будем стрелять по Дымойну. Такие вот мы наглые ребята. Понимаешь, нормально у меня все. Люблю я по Дымойнам стрелять с утра и все. Вот, пофигу. Буду троллить его до упора. Ну, а что, у него 7 тысяч остается. Мне еще похилиться надо. Он мне на хилку еще... Мы же смотрели все видео от разработчиков, да, про хилки. Надо же хилку еще оправдать свою. Хоть Дымойн по мне не попадает даже на 8 километров. Как-то некрасиво странно Дымойна. Ну, я думаю, можно делать уже первую хилку, отхиливать. Почему бы и нет? И захватывать точку Б. Я думаю, если Хуси Янг сейчас пойдет ко мне в гости, это будет прям очень интересно с его стороны. И очень необдуманный ход. Ну, нет. Юянг, кстати, вблизи-то может мне выдать, но у меня здесь находится Минотавр и вся остальная компания. Поэтому я вот что-то даже вообще прям не боюсь этой истории. Прям абсолютно. Так, вижу я... Ага, вижу я Юянга. Он, походу, без маскировки, что ли. Давайте стрелять. А что, нет? А что, не пострелять по Юянгу? Так, ну, я так понимаю, что он, видимо... А он, кстати, очень даже вариант, что встал там. А ну, попробуем. У нас сейчас есть волшебная возможность покидать по пачку, как говорится. Так, все. Видимо, вышел он из дымов и пошел вперед. Ну, хорошо, пошел тогда, пошел. Я бы Мусаси немножко догнал. Мусаси интересный вообще корабль. Можно было бы его догнать. Попробуем догнать Мусаси. Правда, я думаю, что даже если у меня были заряжены все торпеды, Мусаси я бы, наверное, не забрал даже с 10 торпед. Хотя, как знать. В общем, и целом, бой чисто по цифрам, наверное, получился достаточно вялым. Что там, 30 тысяч у нас стреляно. Ну, правда, еще не конец. Может быть, еще что подстрелим. Но, я думаю, наглядность самого корабля стала достаточно наглядной. Наглядная наглядность. Потому что, действительно, корабль просто стал каким-то монстром истребительным, честно говоря. Именно, почему меня вот горзовой вот этот видит. А, ну, видимо, не горзовой видит. У меня ШИМа светится. Там ШИМа, кстати, это печально. ШИМа печально в том плане, что он-то... Ой, там вообще нормально так народу, я смотрю, спереди. Ну, окей. Давайте сыграем в эту интересную игру. Прямо по курсу, капитан. Давайте поиграем. Я готов. Там двое так красиво идут. Ну, честно говоря, перестрелиться с двумя-то мне не очень охота. Вот. Да, я вот подумал, уйти или вперед мне идти. Но, как бы, что-то не знаю. Минотавр, ты поможешь мне? Напишу. Минотавр, помоги, плис, напишу. Вот. Даже, может быть, что-то Минотавр мне и поможет. Но, опять же, повторюсь, что на Юянгом... С Юянгом упарываться на близких расстояниях смысла никакого, потому что он все-таки поопаснее будет. Вот если идти на... Разрывать расстояние между нами, тогда да, тогда можно. Все. Закончили мы бой. Ну, по цифрам не наглядненько, но, друзья, в общем и целом, по геймплею, я думаю, что вы поняли, что корабль стал настолько прикольным, настолько интересным, настолько эффективным в бою, насколько это вообще возможно. Мы, кстати, заняли второе место здесь. Вот такие дела. В общем, качайте Грозовой. Сейчас он классный. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Тури с вами. Увидимся. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.